Дорогие зрители, подписчики, World of Online снова с вами. Продолжаем тему организации планетарных колоний. В прошлом видео я очень много говорил, но на мой взгляд немножко маловато показывал. Сейчас у одного из моих персонажей возникла потребность поставить еще одну планетарную колонию. Колония будет заниматься все тем же, чем еще две его колонии. Они будут перерабатывать почти готовую продукцию в готовую продукцию. То есть, круг говоря, делать ракетное топливо из плазмоидов и электролитов. Я напомню, как выглядит моя вот такая колония. Здесь находятся электролиты, плазмоиды. И поступая на вот эти процессоры, они перерабатываются в готовую продукцию в виде ракетного топлива. Почему возникла необходимость строить еще одну колонию? Я так посмотрел, 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 посмотрел. Дело в том, что я уже несколько дней этим занимаюсь, тем методом, о котором я рассказывал вам. И я так понял, что я настолько прокачал свою добычу планетарных ресурсов, что мои перерабатывающие колонии просто не успевают справляться с таким объемом производства. Соответственно, я хочу расшириться и поставить еще одну колонию. Как строится колония? Ну, сначала нам надо выбирать, на какой планете мы будем ее строить. В разных видео, гайдах часто упоминается, что наиболее желательными типами планет являются Бароны и Темперейты, то есть это каменистые планеты и планеты с умеренным климатом, типа земного. Считается, что там меньше, вроде как, процессоры, линки потребляют своих ресурсов, CPU и PowerGrid. Я не уверен, что это так, я это не проверял. Я не очень хочу это проверять, если честно. Единственную, более-менее объективную причину, если это так, напишите в комментариях, это всем будет интересно. Вот, а если увидит это так, как на это смотрю я, то на Баронах и Темперейтах предпочитают строить перерабатывающую инфраструктуру, потому что это единственные два типа планет, на которых можно поставить хай-тек процессоры, которые делают, собственно, самую-самую-самую сложную продукцию, которая очень дорого стоит. Но, тем не менее, я решил работать на Баронах. В моей системе, я не просто так ее выбрал, Баронов очень много. Приликнув сюда, можно посмотреть Арбитал Бодис. Беллты нас не интересуют, нас интересуют планеты. В скобочках, как видите, написан тип планеты. Барон, лава, лава, там еще что-то. Поскольку станция находится, простите, поскольку станция находится ближе к окраине планеты, соответственно, я использовал, я начал с конца. Ближе к окраине системы находится станция, чтобы далеко не летать, я начал с конца. Десятая, седьмая планета, вот сейчас ближайшая Барон, по-моему, пятая. Так, вот седьмая, вот она, пятая Барон. Вот мы к ней уже приварпали. Совершенно необязательно к ней прямо приварпывать. Вы можете засесть где-нибудь на споте. Важно, чтобы вы были в открытом космосе и были в той системе, где вы хотите работать. Можно что сделать? Можно выделить планету, нажать «Увидеть в планетарном режиме», если вы не подлетели. Можно сделать, вот так, найти ее в списке, правой кнопкой «View in Planet Model». Окей. Вот она, «View in Planet Model». Поскольку мы ничего не будем на ней добывать, мне совершенно неинтересен сканер, что он там покажет. Вот, поэтому мне гораздо проще воткнуть мой командный центр, всю мою инфраструктуру туда, куда смотрит экран. Каждый раз он будет показывать мне один и тот же участок планеты, и мне будет совершенно фиолетово на все. Мне не придется вращать планету в поисках, а где же, где же, где же моя колония. Я воткну планетарный центр, и вот он здесь. То есть, естественно, просто так я его не воткну, извините, это моя ошибка, я вам не показал. В грузовом отсеке моей корабля, моего корабля находился вот этот самый командный центр типа «Барон». Сейчас у меня, видите, еще один есть, «Лава». До этого был «Лава» и «Барон». Вот мы его воткнули, он исчез из грузового отсека, появился вот здесь. Дальше, что я делаю? Обгрыживаем наш центр. Так, все это нам уже не нужно, окошко. Видите, это стоит некоторых денег. Деньги отобьются очень быстро, не переживайте, но в некоторое время – да. Первое вложение потребует некоторых денег. Окей, нажали. Все, обгрыгали. Обязательно нажмите «Садмит», это «Применить». Я не знаю, как-то на русском языке будет русскоязычной версии, потому что я очень давно ее не запускал. Я как-то не знаю, привык уже к англоязычным клиентам. Что такое? Ага, а у меня? Вот, а у меня он говорит, видите, денег не хватает. Давайте попробуем взять немножечко денег. Это мой корпоративный счет. Я его, в общем-то, использую для всяких разных торговых операций. В последний раз я через него, по-моему, я продавал свою готовую продукцию. Где-то здесь какая-то прибыль, там должно быть ее. Несколько покупок совершилось. Market transaction, Market transaction. Вот такая штуковина. Корпоративный счет для меня здесь, это скорее такая вот свинья-копилка, куда можно чего-то скидывать в размере 2-5% и радоваться. Денежка растет, ты ее откладываешь, не замечаешь, как она растет. Она растет. Вот, вот, вчера, например, после всех денежных переводов у меня здесь было 130 миллионов. Потом раз так и стало почти 180. Здорово, приятно. Окей, не будем отвлекаться. Нажимаем submit. Денежка списалась. Отлично. Так, что мы будем строить дальше? Нам нужен космопорт. Он обязательно нам нужен для того, чтобы из таможенного офиса привозить сюда товары. Сырье, которое будет перерабатываться. Окей, построили. Нам нужно будет еще одно хранилище. Потому что, в вашем случае, я не знаю как, я просто дома бываю с интервалами 2 дня. Приходить поздно ночью со смены, с вываливающимися глазами, чтобы нести какие-то коррективы в работу всей этой системы, мне не хочется. Мне проще взять 2 хранилища, забить их до отказа и 3 дня про них не вспоминать. Вот, как проще вам, решайте сами. Если вы хотите, чтобы у вас переработка была там, раз в неделю вы появлялись, ну поставьте там 2-3 вот таких хранилища. Да, и соедините их с переработчиками. И будет всем хорошо. Так, окей. Ставим. Ну, сильно далеко ставить не надо. Поймите правильно. Если вы ставите слишком близко, вам может быть неудобно смотреть. Вы можете запутаться. Если вы ставите слишком далеко, то у вас много ресурсов тратится на тот линк, который будет установлен. Поэтому вот, не далеко и не близко, вот, удобно. Удобно ставьте. Так. Соединили линком. Чего? А, ну да. Слишком часто, когда щелкаешь, слишком часто выводишь изменения, он может сказать, что, товарищ, не слишком часто щелкаешь. Подожди пару секундочек и нажми еще раз применить, чтобы изменения вступили в силу. Идем дальше. Нам нужно строить процессор. В нашем случае это адвансит процессор, который делает ракетное топливо. Окей, ставим. На прошлых моих колониях, если вы обратили внимание, то все процессоры кружились вокруг космопорта. Объясню почему. Потому что изначально у меня был только космопорт, и вот этого хранилища не было. Сейчас я хочу попробовать уйти от этой схемы и строить процессоры вокруг хранилища. Ну, честно говоря, не знаю, какой способ лучше. Я поставлю эксперимент, что из этого получится. Мы узнаем. Итак, нам нужны хранилища, ой, процессоры. Работа довольно нудная. Обратите внимание, что вот такие вот фигуры я выставляю не просто так. Смотрите, она симметрична. 3 с одной стороны, 3 с другой стороны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 с одной стороны, 7 с другой стороны. Итого, 7 плюс 7, 14 плюс 6, 20. Я четко знаю, что у меня 20 экстракторов здесь. Очень удобно. Дальше. Прежде чем применять, желательно проверить, чтобы все было четко с линками, чтобы на всех на них хватило ресурсов. Поэтому прежде чем нажимать «Применить», я соединю все это линками с тем строением, которое я считаю нужным. В нашем случае это вот этот хранилищ. Напомню, что соединять линками можно, сажав клавишу Ctrl, чтобы не совершать лишних делодвижений мышью. Как видите, схема уже сложная. В том смысле, что когда вы это запустите и начнете отслеживать, у вас, по крайней мере у меня, начинает немного рябить в глаза. Потому что вот этих вот путей очень много, все они шевелятся. И вообще капец. Окей, применяем. У нас на все хватило места. Вот, простите, хватило ресурсов. Классно, красота. Теперь довольно противная часть работы. Надо сначала выставить всем процессорам, что им делать. Поставить им задачу. Выбрать схему. Схема ракетного топлива находится где-то внизу. И, видите, он сразу переносит нас на страницу маршрута. Надо ему указать, куда свозить готовую продукцию. Готовую продукцию мы будем свалить вот сюда. Все, первый маршрут проложим. К сожалению, при всем желании нельзя сначала провожить маршруты, а потом уже назначать схему для работы. Ну, так вот сделали. Мне было бы удобно, например, сначала маршруты провести, а потом схему работы назначить. Может, оно и к лучшему, что разработчики решили именно так. Окей. Приступаем далее к занудной части работы. Обратите внимание, что я не тыкаю их на обум. Я не раздаю инструкции в хаотичном порядке. Я беру элемент, вот такую вот скобу с семью процессорами. Сначала я раздал инструкцию на ней. Четко знаю, что абсолютно все вот эти процессоры придели. И перехожу к следующей. Я делаю это для того, чтобы не запутаться. Потому что строений аж 20 штук. Они все ребят бьют по глазам. В общем-то, запутаться нефиг делать. Я также не нажимаю каждый раз применить, потому что нажимать применить я буду, когда закончу с какой-то определенной группой работы. Опять же, чтобы не запутаться, чтобы чего-то не искать потерянного. Все, левая половина готова. Применяем. Работаем с правой половиной. Работаем. 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 окей все с маршрутами мы закончили теперь вся готовая продукция со всех этих экстракторов будет собираться в космопорте теперь когда мы закончили с этим нам нужно заполнить наши вы простите нам нужно заполнить наше хранилище тем сырьем которые мы будем перерабатывать и мы продолжим дальше и так немного полетав по системе едут собрал то что у меня не до перерабатывалась на всех остальных планетах получается вот за два дня вот столько мне наработалось ракетного топлива и вот столько еще осталось примерно вот столько и там еще больше осталось на обработку надо сказать еще что что я не посещал свои планеты с экстракторами еще то есть все эти вот два дня пока выходной они работали работу я их не трогал и собственно материалов там будет еще больше так что вот так за два дня где-то вот 57 миллионов ну почти 30 миллионов в сутки получилось так идем дальше перебрасываем этот ужас сюда и транспортируем его на планету примерно по 13 тысяч единиц а потому что максимальный объем хранилища космопорта 10 тысяч кубов 13 тысяч единиц 26 тысяч единиц 9 там и 8 8 тысяч кубов например на понятно дачу потому что если больше он просто не позволит провести трансфер окей шлеп мы это сделать переходим в менюшку где-то у нас наша планета переходим в менюшку вот видите забито дал до отказа открываем вот эту хренатей выбираем куда перевести это короче внеплановая транспортировка если перевести на русский выбираем куда выбираем все обратите внимание что вот эта транспортировка может в общем вы не можете сначала раз кусочек перевести потом два кусочек неплановая транспортировка делается один раз всего и довольно долго потом восстанавливается смотрите нажал перевести пересмотрите я хочу еще раз попытаться что-то перевести что он не скажет следующий раз вы сможете разуществить транспортировку через 7 часов имейте это ввиду так соответственно даже нет это много нужно немножко место оставить я все время про это забываю с учетом того что вот здесь будет складироваться наши готовые изделия в космодроме не нужно забивать его полностью потому что ваша готовая продукция может просто не поместится имейте это ввиду окей нажимаем транспорт трансфер попля все эти еще место осталось так а дальше надо теперь проложить маршруты я не очень знаю как работает система приоритетов как будет вся эта система определять с какой с какого из хранилищ в первую очередь забирать сырье я предполагаю что где раньше я провожу маршруты оттуда и будут забираться вещи может быть я не прав если вы знаете лучше меня дайте пожалуйста в комментарии ссылочку на гайд или сами напишите какие опыты ставили ну потому что я не справочное бюро я не могу знать всего я делюсь только тем что я узнал вот значит дальше нас ждет довольно нудное дело берем один тип электролиты и погнали по той же схеме создать маршрут еще раз электролиты еще раз создать маршрут и так далее смотрите после того как я провожу маршрут видите здесь как две половинки такие два элемента он ждет что придет именно поэтому я назначаю сначала только электролиты ну или или только плазмольды без разницы важно что только один и тот же элемент чтобы не запутаться не очень плохая память очень плохая поэтому что-то вот забыть потерять запутаться для меня как нефиг делать именно с этой целью его вожусь со всякими системами а все первая задача решила обратить внимание что количество материалов у меня осталось одинаковое я одинаково перевел одинаковым не осталось это значит что я ничего не забыл да и что все правильно дальше нужно продублировать все то же самое уже вот для этого хранилища все собственно все самая нудная часть закончилась все маршруты проложены системой знает ваша задача теперь только вот в том чтобы открыть вот это хранилище скинуть сюда первый раз 10000 элементов 10000 кубов перевести эти 10000 сюда и скинуть следующую партию где-то тоже вот где-то тысяч под 8 кубов я не занимался точным вычислением но когда я оставляю 8000 кубов обычно хватает вот именно для того чтобы ничего не выбрасывалось то есть я так периодически проверяю свои колонии смотрю что до места еще осталось там ракетного топлива здесь только то единиц есть здесь только то уменьшилось но место остается все больше и больше и это хорошо остается место если совсем много места отлично можно еще вот таких элементов сюда закинуть пусть на перерабатывать опять же обычных на пару дней об этом можно забыть заниматься другими делами ну вот вроде бы все показал что хотел спасибо за внимание подписывайтесь на канал пишите свое мнение пишите пожелания и предложения что еще интересно постараюсь постараюсь чем смогу помочь его она такая ну что флай сейф до святи